но вот завтра война и и что смогли 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 могли могли вы уверены у меня хоть с ложками с вилками успеем срозина защищать мы же тогда не думали что вы сможете я смог но я не думал что вообще я попаду не ожидал а вот там слова-то были не на ветер окажется на самом деле я смог и я прошел я бы и сейчас до сих пор был потому что я до конца бога ну что мы пошли у нас позицию с утра забрали нам пацаны пришли ему как раз я не должен был заступать в этот день он заступил и у нас позицию забрали я говорю я пойду короче забирать назад кто со мной тот со мной то есть ты по сути же мог этого не делать я понимал что эта позиция нам дорога а если мы потеряем если хохлы на нее еще под ногу заступят то тогда мы вообще не выйдем оттуда попросили поддержки все арта отработал их не арта начала работать вроде бы затихло и не говорят по рации что надо встречать под ногу я вышел из окопа и по отработал танк и осколком не оторвало руку пробил плечо в груди осколок и правую руку зайдем до полз до копы и там пацаны уже перевязали сутки лежал в окопе не могли забрать а ты сразу понял что руку оторвала она еще то есть существовала но уже не двигалась я думал спасем но и в итоге не спасли потом уже приехали хирургского отрезаем жутко было да ну нет я на позитиве я вообще не отчаялся настроение было хорошим а ты всегда такой на позитиве а зачем ты пошел туда вань чтобы снять судимы а так за родину башу чтобы люди спокойно ходили по русской земле когда мы с ним познакомились ему лет был 15-16 многие воспитатели испытывают ему допустим очень много каких-то негативных чувств потому что он совершенно не был готов соблюдать какие-то нормы границы правила такое ощущение что вот был исполнился где-то там лет пять-шесть и вот мозг на этом уровне как бы остался поведение соответственно уже как бы взрослого человека но вот именно с интеллектом вот такого шестилетнего ребенка почему случилось что тебя отправили в интернат семья сначала была полная до семи лет там где-то был больной и как раз гейли родилась я там вообще же места не было там на идее не косов тоже да бабушка немножко наврала на месяцок недельку и ты назад приедешь в итоге нет тогда получилось совсем все по-другому ты обижаешься сейчас на нее за это ну да есть только есть моменты а почему бродяжничал не учился тогда ты же тоже мог что-то изменить сам почетом 7 лет изменишь или в пять там очень ни о чем не думаешь почему тебе не хотелось домой ты вот сам к можешь объяснить я хотел смотреть на пьяный лес пьяные лица тебе не нравились а сам ты когда первый раз попробовал алкоголь в интернате чему-то там научился но вот сказал что алкоголь первые прогуливать школу и все такое бегать бродяжничать потом в польское поступил в технику там первая статья была меня оттуда отчисли за что статья была за грабеж те что-то не хватало я просто пошел за компанией в итоге сидел я один за них просто поручились то подписку всех выпустили а меня никто не поручился я поехал туда сидеть а кто мог бы в принципе за тебя поручиться на тот момент никто не мог во всем мире не нашлось человека который бы поручился за тебя не нашлось ты аж потом поступил куда в домашку на кого-то учился на хозяина усадьбы и дальше что что дальше кому словно был вторая судимость да тоже за грабеж да и вот потом все таки посадили ну так и жизнь такая нелегкая все время гулял прошенничал что нашел то поел не нашел не поел а чё она у тебя такая тяжелая жизнь-то была почему ты у тебя была специальность и он хозяин усадьбы крабить это легче было квартиры не было жить негде было ты же вышел у тебя были деньги по наследству да шла квартира там все разрушенные я ее продал деньги прогулял сколько денег прогулял 800 тысяч быстро прогулял за два месяца а что на 800 тысяч за два месяца можно делать много чего например ну выпивать там одеваться телефон друзей много а потом нету деньги кончились и друзья кончились что в интернате может себе позволить ребенок или в детском доме да может ли он себе позволить там что-то сладость какую-то купить может ли какую-нибудь игрушку нет но при этом многие из них знают что там где то у них копится и вот этот вот период от того момента когда они узнали и когда им исполнится 18 лет и когда эту денежку они получат в руки да напоминает вот некую такую рогатку то есть вот чем дольше тем сильнее ты ее натягиваешь да и вот тебе 18 лет и вот тебе там миллион там или 800 тысяч полетел таких случаях я честно говоря мне становится страшно да потому что как бы эти деньги их не убили испытания вот этими деньгами проходят не все ты же не удивился что он сел в тюрьму нет абсолютно это было как-то предопределено у этих ребят не то чтобы развитие есть вообще другое восприятие реальности в силу того что они как бы обычно пережили у кого-то могут быть пьющие там родители у кого-то родители просто отказались мама или папа что тоже кстати немаловажно у кого-то кто-то погиб у кого-то была какая-то из форм насилий все это влияет на последующее поведение ребенка был бы у тебя шанс в какой-то момент своей жизни что-то поменять одно ты бы что изменил я бы квартиру не продал и не знаю или был с родителями сделал бы так чтобы они не пили его может быть это по-другому все было как ты вот учишься жить с одной рукой ничего страшного нету в этом жизнь на этом не кончается а на чем кончается жизнь даже не знаю на чем кончается жизнь по нам там танки отрабатывали там было страшно ничего выжили главное не унывать не опускать руки пусть руки может быть все по-другому ну для этого же надо чтобы тебя что-то в жизни поддерживало а что вот тебя поддержит то что я живой остался мать общаться матерью общаться начну но у нее другая семья сейчас а жить с ней сейчас пока ты не можешь почему я не могу сказать кто будет дальше ну сейчас денежку включу куплю квартиру у меня девушка есть хорошая да и насти там семью хочу доберу доберу их себе и все вынимать да вообще тюрьма на меня повлияла лучшую сторону а это возможно а что тюрьма только плохо влияет думаете нет там такие же люди все как и все только не по тому пути пошли я пошел туда чтобы исправить свою жизнь если появилась возможность в России судимости вот туда это на СВО ты имеешь да каковы сейчас шансы вообще ему не вернуться в тюрьму я никогда не скажу что есть люди на которых можно поставить крест и забыть про них никогда всегда нужно искать пути и выходы да пускай может показаться что ты работаешь в пустоту но нет всегда все дает результат не нам решать да кому жить а кому нет не нам решать кто имеет шанс а кто нет если есть возможность дать этот шанс то его стоит дать то есть рука еще тянется за помощью значит ему ее стоит подать а у тебя есть мечта какая-нибудь мечта что у меня ребенок появился я хочу мужа очень хочу а может же такое случиться что ты станешь таким отцом каким был твой отец нет такого случиться вообще не может почему потому что потому что нет так не будет у сына такой жизни как у меня и вообще нет такого не случится точно я там только лучше своему сыну или дочери а где ты возьмешь это лучше у тебя тебе самому ты это не дали ты его где возьмешь лучше я где возьму найду мне не дали я дам да и вообще это клево быть отцом у тебя все получится то что ты задумал да очень надеюсь что все получится из тех ребят с которыми ты начинал работать сколько человек на сегодняшний день не справились сколько человек уже ушли в мир иной за этот период больше 20 тех ребят которых я знал ужасно чувствовать что ужасно страшно больно ты не уйдешь из жизни Вани нет конечно и с ним в любом случае на связи главное чтобы он ушел не уйдешь а а Субтитры создавал DimaTorzok